Здравствуйте! Приветствую вас на канале Рукоделия Рукоделион. Сегодня мы с вами будем делать елочку в технике канзаши. Для работы нам понадобится зеленый картон, зеленая ткань, ножницы, пинцет, бусинки для декорирования елочки, старая крышечка от дезодоранта или от крема, декоративная лента, также клей для ткани и для бумаги. Наша работа начинается с того, что нам необходимо сделать сам конус елки. Для этого возьмите свой зеленый картон и вырежьте из него такую вот фигуру, которую затем можно скрутить, склеить и получить конус. Я это уже сделала заранее. Также, исходя из того, какого размера будет ваш конус, вырежьте донышко для своей елочки, равное по радиусу донышку елки. Вот получается наша донышка, наш конус. Также для елки нам необходимо вырезать из зеленой ткани круг, который по радиусу будет на полтора сантиметра больше нашего донышка. Все, что остается за границами основного донышка, мы нарезаем тонкими полосочками. Получается такое солнышко. Это основные заготовки для работы с елочкой. Теперь перейдем к непосредственно веточкам. Веточки наши елочки будут делаться отдельными острыми уголками. Для того, чтобы сделать эти уголки, нам необходимо вырезать такие вот квадратики из зеленой ткани. 94 больших квадрата и 55 маленьких квадратов. Размер маленького квадрата 1,5х1,5 см. Размер большого квадрата 2х2 см. Итак, что следует с ними сделать? Сразу берем зеленую нитку. И сейчас я вам покажу, как делается каждая веточка. У нас будет 2 вида веточек. Одна с острым концом, другая с закругленным концом. Мы будем их чередовать на елке, чтобы елка выглядела естественнее и более пышной. Итак, сначала сделаем уголочек из большого квадрата. Для чего нам нужен пинцет? Смотрите. Сначала складываем с помощью пинцета квадратик треугольничком. Теперь этот треугольник складываем пополам. Вновь держим за середину маленький треугольник. Теперь с этой стороны у меня цельная часть треугольника. С этой стороны две другие стороны треугольника. И вот эти вот две стороны я закладываю вперед. Вот таким вот образом. Еще раз показываю. Берусь вот за этот вот острый уголок. Отпускаю пинцет. И в итоге у нас получается вот такая вот фигура. Это скругленная веточка для нашей елки. Я беру нитку с иголкой и буквально двумя стежками прошиваю край веточки, чтобы он держался, чтобы веточка не распадалась. Одна веточка готова. Теперь будем делать из большого квадрата веточку с заостренным уголком. Для этого опять-таки складываем квадрат треугольничком. Снова складываем получившийся треугольник треугольником. И теперь в прошлом треугольничке мы закладывали две стороны в разные стороны. А в этом треугольнике просто складываем два острых угла друг на дружку. Получая тем самым вот такую веточку. Я вновь беру иголку и прошиваю края. Теперь делаем то же самое, но уже с маленькими квадратиками. Еще раз покажу, как мы делаем скругленную веточку. Складываем треугольничек. Теперь треугольник пополам. Держим треугольник у основания. И складываем две стороны. Отгибаем их в противоположные стороны. Получается вот такой вот треугольник. Сшиваем края. И делаем еще одну веточку острую. Сначала треугольник. Затем данный треугольник пополам. И снова получившийся треугольник пополам. В итоге, в процессе того, как вы будете делать необходимое количество уголков, у вас должно сформироваться четыре таких кучечки. Две маленьких, две больших. С веточками разных форм. Я сделала все веточки. Вот у меня получилось четыре таких кучки. Здесь одной формы веточки. Здесь второй формы. Теперь переходим к нашей елочке. Значит, как мы оформляем донышко. Нам уже понадобится клей. Также для следующей операции я беру ватную палочку. Мы будем приклеивать сейчас донышко к елке. Делаем это следующим образом. Сначала капаем немного клея на обратную сторону донышка. И теперь, когда все донышко обмазано клеем, кладем его ровненько посередине ткани. Ждем буквально минутку, чтобы клей схватился и ткань полностью приклеилась. Основание к ткани приклеилось. Теперь мы будем приклеивать к нему наш конус. Для этого ставим елочку на основание. И теперь нам нужно со всех сторон наши лучи солнца приклеить к елочке клеем. Этим сейчас я и буду заниматься. Ну, в принципе, я так клеем хорошенько все замазала. Основание приклеено. Теперь нужно немного подождать, пока все высохнет. Теперь, когда основание приклеено, мы можем заняться украшением самой елочки. На данном этапе мы будем приклеивать к конусу наши веточки. Начинаем это делать сверху вниз. Вверху мы будем клеить маленькие уголочки. Чередуем их сначала один острый, затем один скругленный. Один острый, один скругленный. И таким образом приклеиваем ряды. Первые пять рядов мы клеим маленькими веточками. Затем оставшиеся четыре ряда мы клеим большими веточками. Так, сейчас я обмажу верх елочки клеем. И начинаем приклеивать веточки. Я воспользуюсь для этого пинцетом. Так как маленькие веточки довольно мелкие. Вы можете видеть, что первый ряд сверху выглядит вот таким образом. И далее сейчас я буду клеить каждый ряд, спускаясь все ниже и ниже к основанию елочки. Итак, все сделано. Я приклеила все веточки. Получилась вот такая вот елочка. На то, чтобы приклеить все, у меня ушло в общей сложности около часа. Сейчас, когда елочка подсохла, мы ее будем украшать бусинками. Я взяла золотые бусины различных оттенков и различных размеров. Большие, поменьше и совсем маленькие. Также на макушку елочки я повяжу из золотой ленты маленький бантик. Поэтому сейчас я сначала сделаю небольшой красивый бант. Оставляем бантик на некоторое время подсохнуть, чтобы клей схватился. Вот получается вот такая елочка с бантиком. Теперь я буду брать по одной бусинке и поочередно клеить их на разных точках елки. Начну с больших бусин. Большие бусинки я все разместила на елочку. Теперь перехожу к средним бусинкам, более золотистым. Последним этапом приклеиваем к елочке самые маленькие бусинки. Все шарики приклеены к елочке. Получилась вот такая вот красота. Очень красивая елочка, очень милая. И в принципе можно оставить ее такой, а можно сделать еще следующее. Небольшую подставочку для нашей елочки. Для этого мне понадобилась старая крышечка от дезодоранта. Я хочу украсть ее, обмотать ленточкой и поставить на нее елочку. Я беру опять немного клея, беру ватную палочку и смазываю клеем нашу крышечку. Все, теперь когда крышечка полностью смазана клеем, я беру вот такую декоративную ленту и начинаю накручивать ее на крышечку. Получилась вот такая вот подставочка. Осталось добавить на нее капельку клея. Слегка размазать его. И приклеить к нему нашу елочку. Ну что ж, вся работа сделана. В итоге у нас получилась вот такая вот красивая елочка. Очень интересная, милая, выглядит ничем не хуже, чем те, что продаются в магазинах. Поэтому, если у вас есть свободное время и желание, вы можете всегда украсить свой дом такими вот красивыми маленькими елочками. Или же наоборот сделать большие. Так что никогда не отказывайте себе в возможности создать что-то красивое своими руками.